Город Заводокос, хоть и небольшой город, но очень богато развлечения. Например, здесь располагается один из самых известных санаториев спа-отель. Это Ингала. Я уверен, все о нем слышали. Мы, естественно, не могли сюда не приехать сегодня. Как здесь можно оздоровиться? Что здесь есть интересного, все это нам расскажет. Главный врач этого чудесного места, Максим Олегович, здравствуй. Максим Олегович! Доброе утро! Профектно появляется из темноты. Здравствуй. У вас очень, конечно, красиво. Музыка играется, все светится. Мы можем прогуляться, я думаю, да? Пойдемте. По сторонам посмотреть. Скажите, пожалуйста, меня больше вот что зацепило. Спа-отель, четырехзвездочный спа-отель. Вы единственные в своем роде в Тиминской области? Ну, в таком роде мы, конечно, не единственные. Нет, именно четырехзвездочный санаторий. Санаторий нет, не единственный. Да, есть такие еще. А у вас есть прямые конкуренты. Ну, они, знаешь, мы не будем. Не будем рассказывать. Я думаю, одно из самых главных, это минеральная вода. Чем я преимущество? Да, в чем уникальность? Может быть, она у вас какая-то особенная здесь? Значит, наш источник имеет большую историю. Как говорится, он в 60-х годов, когда сюда в свое время пришли нефтяники искать нефть. Вот, нефть не нашли. Нашли воду. Нашли минеральную воду, да. По своему составу достаточно уникальна, и она помогает при многих заболеваниях. Преимущественно, это опорно-двигательный аппарат, это заболевания кожи, это гинекологические заболевания, урологические и так далее. То есть спектр тех заболеваний, при которых эта вода имеет положительный эффект, вот, он достаточно большой. Шикарно. Но в этой воде можно не только купаться, но и также можно и употреблять ее внутрь, да? Да, конечно, да. То есть, подождите, то есть я плыву, в какой-то момент... Да, ты плывешь, и оздоравливаешься по полной. Для этого у нас как бы есть отдельные места. Я думаю, почему у вас люди со стаканом плавают? Скажите, пожалуйста, помимо минерального источника, какие еще оздоровительные процедуры у вас здесь есть? Помимо нашего коллектива медицинского, грамотных наших специалистов, средний медицинский персонал, что врачебный, которые, как бы, наших гостей смотрят и в конечном итоге оказывают эти медицинские услуги. То есть у нас достаточно большой перечень физиоаппаратной медицины, также мы оказываем услуги грязелечения. У вас есть соляная пещера? Есть соляная пещера у нас, есть у нас замечательная, она больше такая, скажем, оздоровительная, это процедура называется флотинг, которая как бы... Знаю, это когда в воде ты лежишь, и расслабление полное, да? А к вам детишки, наверное, тоже приезжают? Да, детишки... Для них что есть? Для репетишек, то есть у нас есть ингаляции, мы делаем соляные дорожки, в общем, ингаляции, естественно, с той же минеральной водой, то есть репетишки детали часто страдают. У нас с респираторными заболеваниями, простудными, поэтому, ну вот, как говорится, наша водичка, она помогает им. Ребятишек мы принимаем с лечения с трех лет, а так, в принципе, если они к нам приезжают в гости, то, как говорится, по ответственность родителей мы принимаем, как говорится, и грузничков. Когда у нас взрослые родители приезжают с детьми, у нас есть замечательная детская комната, да, и родители могут оставить детей с воспитателем и пойти, как говорится, заняться своим здоровьем. У нас сегодня в течение всей программы мы шутили на тему того, что Юрий Дудь любит спрашивать про деньги, поэтому мы не можем тоже про деньги не спросить, такой средний ценник в ингале. Я понимаю, да, то есть это все зависит от той программы, которую выберут наши гости, это здоровительная программа. Либо санаторно-курортная, есть у нас программы выходного дня различные, вот, и все зависит от той категории номера, которую выберут наши гости. То есть у нас от стандарта до люкса также у нас есть комфортабельные коттеджи для проживания, которые чаще пользуются по программе выходного дня. И порядок цен, то есть от 2800 рублей в сутки с человека, ну и достигает 7000, это самая дорогая категория номера. Твой уровень, ты любишь люкс, ты любишь люкс. Только не подумайте, то есть ни в коем случае, никакая реклама, вы просто обязаны рассказать о том, что есть у нас в Тюменской области, и что в частности есть в Заводоуховской, а там уже решать вам. Говорили про минеральный источник? Пойдем искупать. Можно ли, так сказать, бренные отельцы? Конечно, конечно. Пойдем кельту окунать. Пойдемте, да. Музыка. Музыка. Субтитры подогнал «Симон»